Все три недели как не стало самого опытного наставника проекта, зрители гадали как же сложится судьба его команды и займет ли кто-то кресло Александра Борисовича. Завтра на Первом канале состоится первый эфир шоу «Голос без Александра Градского». Наставника не стало 28 ноября, все это время руководство проекта решало как поступить с его командой и креслом. Ходили слухи, что место мэтра может занять либо сын Александра Борисовича Даниил, либо другие авторитетные личности, в частности Лариса Долина или Григорий Лепс. Так или иначе дальнейший сценарий должна была одобрить компания Талпа, владеющая правами на телевизионные конкурсы The Voice. Сегодня проходят репетиции, в ходе которых стало известно, что никакой замены в итоге не случится, ученики Градского продолжат борьбу в команде его имени. Нового наставника не будет 100%, подтвердили на площадке. На данный момент ребят трое, Алишер Каримов, Татьяна Кочурина и Карина Купер, которую Александр Борисович спас на этапе нокаутов. Кто пройдет дальше в полуфинал, выберут телезрители при помощи онлайн-голосования. Что касается красного кресла наставника, то оно, по словам участников, с огромной долей вероятности останется в студии до финала, в память о Градском. Кстати, оказалось, что ситуация, развернувшаяся в российской версии шоу не уникальна. Похожий случай произошел в Испании около десяти лет назад, когда коуч проекта, Дженни Ривера погибла в авиакатастрофе в Мексике. Ее судейское место в павильоне также не тронули. Остальные судьи нашего «Голоса» с трепетом ждут завтрашних съемок. Первый прямой эфир десятого сезона «Голоса». Четвертьфинал. «И первая наша программа без Александра Борисовича». «Пока даже не представляю, как это будет. Не представляю, как держать себя в руках и продолжать делать шоу. Но надо. Во имя светлой памяти друга, во имя зрителя, во имя музыки не побоюсь всех этих слов», признался Леонид Агутин.